Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Настоящий оазис в центре города. Работа по благоустройству сквера Тривяза практически завершены. Остались последние штрихи. Были бы прогнозы, а погода будет. Почетную дату 90 лет со дня образования отмечает Приволжская УГМС. Чистому городу, чистый пляж. Самарские волонтеры провели экологическую акцию по очистке Волжского побережья. Девять простых правил для владельцев и арендаторов самокатов. Представители кикшеринговых компаний сделали памятки для безопасного передвижения на двухколесном транспорте. Разрыв между богатыми и бедными стал больше. Доходы свыше 100 тысяч в месяц имеют лишь 3,5 процента жителей России. Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает 90-летний юбилей. Хотя первые метеорологические наблюдения в Среднем Поволжье начались еще в начале 19 века, во время Первой мировой войны наблюдения прекратились. А в апреле 1931 года был организован Средневолжский краевой гидрометеорологический комитет. Сегодня коллектив управления с юбилеем поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и глава Самары Елена Лапушкина. С торжественной встречи репортаж Андрей Горгуленко. Больше 20 лет Сергей Ванечкин наблюдает за погодой в сельском поселении Авангард, что в юго-восточной части Самарской области. Начинал с должности техника-агрометеоролога и изучал развитие различных культур. Затем стал начальником станции. Признается, что эта профессия имеет свою приятную специфику. Сегодня Сергея за его труд наградили почетной грамотой на торжестве в честь 90-летия приволжского УГМС. Награду вручал губернатор Дмитрий Азаров, который поздравил с юбилеем коллектив управления и поблагодарил за совместную работу и точные прогнозы. Я хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Здоровья вам, вашим родным и близким. Хочу пожелать вам ясного неба над головой. И надеюсь, тут наши прогнозы будут совпадать. И, конечно, хочу пожелать мира и добра вашим домам. Спасибо вам за совместную работу, с юбилеем. В зале были представители других регионов, чьи подразделения входят в состав приволжского УГМС. Это Пензенская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области. Поздравить коллег приехал и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Меняются технологии, меняются оборудования, стандарты меняются, напрятения, научные концепции. Но сплоченность и взаимовыручка, преданность своей работе, год за годом остаются визитные карточки всего Росгидромета. И приволжское управление всегда славилось именно этими качествами. После торжественной части губернатор Дмитрий Азаров и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков провели рабочую встречу, где обсудили экологическую обстановку в регионе. Говорили, в частности, о качестве воздуха в Куйбышевском районе. Как отметил Игорь Шумаков, сейчас тестирование проходит технологии, которые не только контролируют превышение допустимых норм, но и точно могут определить, откуда пришел загрязненный воздух. Программное обеспечение само готово, но его надо адаптировать под конкретный регион, под ту химию, которая выбрасывается, под аэрологию региона, под геологию региона. По тому же Волгарю, там никак у нас коллеги не выяснят откуда, потому что там ни одно предприятие, и источник устанавливать. В общем, сложно достаточно для коллег из Росприрод, Роспотребнадзора. Конечно, мы заинтересованы в такой системе на территории региона. Также для почетных гостей провели экскурсию по лабораториям управления, где проверяют качество воздуха в области и состояние гидрологических объектов. Долго отмечать юбилей метеорологам некогда. Надо продолжать наблюдение за окружающей средой и предсказывать погоду, чтобы горожане могли строить свои планы и подбирать правильную одежду для выхода на улицу. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, все тепловые сети, которые относятся к социальной сфере города, а именно к объектам образования, культуры и спорта, должны быть готовы к 10 сентября, чтобы в зависимости от погодных условий начать подавать тепло в здание. Об этом сообщили сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. В преддверии отопительного сезона запланировали подготовить 665 соцобъектов, а также привести в порядок коммуникации сети теплоснабжения, питающие более 10 тысяч жилых домов. Напомним, что сейчас подрядчики работают на всех запланированных объектах теплосетей города. Перекладки поручено активизировать, а темпы нарастить. В частности, это касается теплотрасс по улицам Огибаловой и Некрасовской. Подрядчикам указали на то, что как только траншеи готовы, нужно сразу же, не теряя драгоценного времени, продолжать работы по замене трубопроводов, заботясь о минимизации неудобства для жителей. За всеми работами по подготовке города к зиме организован непрерывный контроль с организацией адресных выездов. В Самаре закончили восстанавливать легендарный сквер Тривяза. В одном из излюбленных мест отдыха жители города снова заработал уже обновленный фонтан. Деревья не тронули. Он расположился вокруг трех знаменитых вязов. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. В одном из любимых самарцами скверов Тривяза на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской вновь заработал фонтан. Отличительная черта архитектурного решения – два резервуара для воды, которая подается через шесть форсунок, и три вяза, которые растут посередине. Они создают настоящий мини-оазис в историческом центре города. Сегодня в этом небольшом скверике работы по благоустройству подошли к завершению. В прошлом году мы просто хотели в данной ситуации привести его немножко в порядок, в рамках того привести газон, посадить цветы в этом вопросе. Естественно, плитка лежала та, которая, будем говорить, в 90-е годы была сделана. Уложили плитку, расставили опять скамеечки, урны, и все. И он прекрасен. Перед открытием на самом фонтане заменили старую водопроводную систему, сделали гидроизоляцию швов, а также восстановили парапет. Мозаику из смальты художника Завьялова на дне оставили в первозданном виде и очистили. Ну, здесь как бы своя специфика. У этого фонтана внутри три живых дерева, они растут. Три вяза. Они растут, поднимаются немножко, приходится добавлять грунт, землю. И в связи с этим подняли и будут, чтобы добавить земли, чтобы было где расти деревья. Красоту преображенного сквера оценили и жители города. Я работаю здесь на Фрунзе, недалеко. Поэтому после работы всегда приятно зайти, куда-то посидеть на скамеечке, подумать о своих мыслях, настроиться на следующий рабочий день. Поэтому, конечно, когда есть такие прекрасные места, это всегда хорошо. Фонтан в этом сквере будет работать и обслуживаться в том же режиме, как и все остальные фонтаны в городе. По понедельникам предусмотрена профилактика оборудования. Потягивают сальники, чистят форсунки, заменяют и очищают воду. Запланированные в сквере работы завершены и остались последние штрихи. Полюбоваться площадкой можно уже сейчас. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Активисты Октябрьского района, волонтеры и представители городской администрации приняли участие во всероссийской акции «Чистый берег». В этот раз порядок наводили на спуске улицы лейтенанта Шмидта. На экологическом шествии побывала и наша съемочная группа. Ольга Хомракулова расскажет подробнее. Чистому городу чистый пляж. Экологическая акция «Чистый берег» прошла в Октябрьском районе Самары. Активисты очистили от мусора побережье на спуске улицы лейтенанта Шмидта. У нас люди с удовольствием выходят, облагораживают территорию. Особенно жители близлежащих домов. У них есть специальные чаты, где они между собой коммуницируют. И на всякие инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры, окружающей среды, люди вообще реагируют хорошо. На субботники жильцы собираются часто. В этот раз прошли буквально 500 метров вдоль побережья. Но результат отклика природы налицо. Я в чудеса не верю, но на самом деле произошло чудо. И вот за 6 лет, которые я здесь живу, впервые осенью у нас вот на этом берегу, на Волге, стала проходить миграция птиц перелетных, гусей и уток в больших количествах. Наверное, это как результат отклика природы на наши добрые дела. К местным жителям подключились волонтеры. Критиковать могут все, но действительно и выйти и что-то сделать своими руками тоже, конечно, может каждый, но почему-то не все делают. На самом деле на песке большую опасность представляют и разбитые бутылки, и какие-то пластиковые крышки. Мы обращаем внимание на любой мусор, стараемся убирать все тщательно. Для того, чтобы собранный мусор вывозился своевременно, власти города установили на побережье большие контейнеры. Очищать берега реки крайне важно. Так можно предотвратить попадание мусора в воду и сохранить экосреду. К тому же и самим жителям города приятнее отдыхать на чистом пляже. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Несколько простых правил для владельцев и арендаторов самокатов. Представители кикшеринговых компаний совместно с городским департаментом транспорта сделали памятки для безопасного передвижения на двухколесном транспорте. На каких участках Самара ограничат скорость самокатов и появятся ли новые парковочные места, узнал Никита Колосов. Удобство, мобильность, простота. Все это заставляет жителей города чаще использовать электросамокаты. Кикшеринговые компании совместно с сотрудниками городского департамента транспорта разработали методические рекомендации для владельцев и арендаторов самокатов. Их разместят на рекламных баннерах города. Кроме того, в картах приложения кикшеринга нанесли более 20 зон, где скорость передвижения на самокатах ограничена. Не оставили без внимания и парковочные места. В ближайшее время их должны утвердить в городском департаменте транспорта. Мы плотно взаимодействуем со всеми представителями так называемых кикшеринговых компаний. Мы вместе со всеми ними встречаемся в рабочем порядке, проговариваем вопросы все, которые у нас возникают. Мы взаимодействуем со структурами городскими, со всеми подразделениями администрации города. В зонах ограничения скорости мы можем эту скорость регулировать в плавном формате. Также наша компания может изменять ограничение скорости в периодах времени. Ночью одна скорость, утром другая, днем третьим. Самокаты, которые предоставляются в аренду, дистанционно управляемы, поэтому регулировать их движение несложно. Личный электротранспорт контролируется только собственником. Ответственность за соблюдение скоростного режима ложится исключительно на владельца двухколесного транспорта. Никита Колосов, Григорий Бляшаков. События. Дифференциация населения России за год выросла. Богатые стали богаче, а бедные – беднее. Минсельхоз России не видит оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в 2021 году. Клиентов кредитных организаций хотят разделить на группы по степени риска отмывания денег. А решение о блокировке подозрительных счетов будет принимать Центробанк. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Дифференциация населения России по уровню доходов в первом полугодии 2021 года выросла по сравнению с первым полугодием 2020 года, сообщила Федеральная служба госстатистики. На долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 30% общей суммы денежных доходов, а в первом полугодии 2020 года – 28,9%. На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в первом полугодии 2021 года пришлось лишь 2,1% общей суммы денежных доходов жителей России. В первом полугодии 2020 года – 2,2%. То есть богатые стали еще богаче, а бедные – беднее. Доходы менее 7 тысяч рублей в месяц в первом полугодии 2021 года получали 3,5% всего населения России. Доходы до 10 тысяч рублей – 5,7%. До 14 тысяч рублей в месяц – 9,9% населения. До 27 тысяч рублей – 18%. До 45 тысяч рублей – 25,5% населения. До 60 тысяч рублей – 10,5%. До 75 тысяч рублей – 5,5%. От 70 до 100 тысяч рублей в месяц – 4,5%. Свыше 100 тысяч рублей в месяц – 3,7% всего населения страны. Суммарная величина денежных доходов населения Российской Федерации в первом полугодии 2021 года составила 30 трлн 905 миллиардов рублей. В первом полугодии 2020 года – 28 трлн 547 миллиардов. Минсельхоз России не видит оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Министерства. Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на отпускных и потребительских ценах. Важным фактором, влияющим на ценовую политику предприятий, является баланс спроса и предложения. По данным Министерства, в 2021-2022 годах ожидается рост производства мяса в России, которая будет способствовать повышению конкуренции и, соответственно, сохранению стабильного уровня цен. При этом, по данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих предприятий. Кроме того, сдерживающим фактором для производителей выступает желание поддержать потребительский спрос на текущем уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления мяса в России. Стало известно, каким клиентам банки могут заблокировать счет. Предложено разделить клиентов кредитных организаций на группы по степени риска отмывания денег. Законопроект, разделяющий банковских клиентов, ИП и юрлиц на группы, депутаты готовятся рассмотреть во втором чтении. Новая версия закона о платформе «Знай своего клиента» практически снимет ответственность банков за блокировку счетов. Банки получат право полностью опираться на оценку юридических лиц и ИП со стороны Центробанка. Законопроектам предлагается дать банкам возможность обновлять сведения о клиентах с низким риском один раз в три года. Сейчас срок для обновления сведений составляет один год вне зависимости от уровня риска. Курс доллара на 30 июля – 73 рубля 19 копеек. Евро – 86 рублей 86 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 74 доллара 63 цента за баррель. Максимально заинтересовать людей и обеспечить прозрачность выборов. Какой он общественный наблюдатель? Этот вопрос обсудили на заседании круглого стола общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Мэри Елчан расскажет подробнее. Честность, порядочность и соблюдение законодательных норм – вот главные требования к тем, кто собирается стать независимым общественным наблюдателем. В самом большом районе Самары, в промышленном, 104 избирательных участка, которые нуждаются в грамотных специалистах. Здесь уже подготовили более 500 человек. В 100% окончании занятий люди уходили удовлетворенные, окрыленные, наполненные информационностью, знаниями и пониманием, самое главное, как правильно, вести работу в процессе выборов и в процессе работы своей. Штабом уже подписали договоры с 15 общественными организациями и общественной палатой Самарской области. За три месяца проведено более 40 мероприятий. В рамках подготовки к выборам состоялось 72 семинара, на которых прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей. Когда мы готовили и сейчас продолжать процесс будущих наблюдателей, то был очень приятно удивлен, что значительное количество обучающихся – это молодые люди. В совокупности все слои нашего избирательного корпуса здесь представлены, потому что наблюдатели – это одновременно тоже и избиратели. На занятиях опытные юристы и эксперты в области избирательного права рассказывают о новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании. С будущими наблюдателями досконально разбирают различные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. Например, как отличить провокацию от реального конфликта. Как всегда, когда выборы носят масштабный характер, сообщество наблюдателей представлено самыми разными людьми по возрасту, интересам и профессиям. Как и в прошлые годы, общественная палата направляет наблюдателей как из числа граждан, лично обратившись в общественную палату с соответствующим заявлением, так и по предложениям общественных объединений и коммерческих организаций. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Число заболевших COVID-19 продолжает ежедневно расти. За сутки в Самарской области зарегистрировали 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 75 396. Такие данные в четверг 29 июля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 260 человек всего с начала пандемии. Из больниц выписали 70 237 жителей региона. В России же за последние сутки выявили 23 270 новых случаев коронавируса. А за сутки полностью вылечились 20 834 человека. Желающих сделать прививку в регионе становится все больше. Но не у всех жителей есть возможность получить вакцину в поликлинике. Тогда на помощь приходят мобильные ФАПы. Подробнее в нашем сюжете. Число заболевших коронавирусом в регионе растет. Поэтому важно как можно быстрее обезопасить население от инфекции. И прививка – самый действенный способ. В населенные пункты, у жителей которых нет возможности привиться в поликлинике, приезжают передвижные фельдшерско-акушерские пункты. В поселке Рощинские жители лечатся в поликлинике для военнослужащих и их семей. Привиться там же возможности нет. На помощь им прибыл мобильный пункт вакцинации. В передвижных ФАПах очень большая нужда. Они приезжают там, где нужно создать вакцинацию, провести вакцинацию, там, где нет возможности провести это в медицинских учреждениях. В настоящее время проходит второй этап вакцинации. На сегодня приглашены 100 человек. В области прошли первый этап вакцинации более 786 тысяч человек. Из них свыше 588 тысяч завершили процедуру. Медики подчеркивают, что за все это время не было ни одного случая серьезных поствакцинальных реакций. Подавляющее большинство, в том числе пожилые люди, переносят вакцинацию хорошо, без каких-либо симптомов. И только у небольшой части привившихся наблюдается повышение температуры, ломота, боли вместе инъекций, которые проходят на второй-третий день. Это реакция в пределах нормы. Первую я хорошо перенесла, и вторую нормально. Я себя чувствую еще бодрой. Это безопасность. В первую очередь, безопасность себя и родных, и близких. И так как я работаю в детском саду воспитателем, это тоже как бы вот безопасность. Ну, зачем? Для того, чтобы было проценты все полностью, чтобы не болел никто в семье, все привиты. Я решила. Ну, конечно, это положено. Нужно защитить из себя, и чтобы не продолжалась эта инфекция. Надо останавливать. Записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту жительства, позвонив по номеру 122 или через сайт госуслуг. Напомним, без записи самарцы по пятницам и выходным могут привиться в мобильных пунктах возле Меги, Амбара и Космопорта и в любой день в Авроре или Гудке. Тем, кто собрался пройти вакцинацию, надо взять документ, удостоверяющий личность. Виктория Шарая, события. А сейчас коротко о других событиях дня. Президент Владимир Путин поручил досрочно начать выплаты школьникам. Пособие в 10 тысяч рублей жители страны начнут получать уже со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника. Сроки сдвинули для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, собрать детей в школу к 1 сентября. Напомним, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат все семьи, в которых растут дети школьного возраста. Ранее правительство утвердило порядок и условия предоставления этих выплат. Теперь их начнут перечислять на две недели раньше намеченного срока. В России продлили программу туристического кэшбэка до конца лета. Об этом сообщили в Ростуризме. За время действия программы с прошлого года ей воспользовались более 2 миллионов человек, которые купили туров и проживание на общую сумму 35,5 миллиардов рублей. При этом туристам автоматически вернулись почти 7 миллиардов. Выплаты производились на карту МИР и составили 20% от стоимости тура. Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Также россияне активно покупали оздоровительные туры на Алтаев, Тюмень, Калининград, Санкт-Петербург и Самару. За две недели служба санавиации Самарской области эвакуировала 7 человек, пострадавших в ДТП. Ранее в Ставропольском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Тяжелые травмы получили двое детей, а также их мама. Бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи больницы имени Середавина вылетела на место происшествия. Пациентам на месте оказали экстренную помощь. С начала года специалисты областной службы санавиации доставили в больницы региона 84 пациента. Больше ста золотых наград уже разыграли на Олимпиаде в Токио. Восемь из них завоевали российские спортсмены, одну из которых сегодня добавили фехтовальщицы. Порадовали своих болельщиков и олимпийцы из Самарской области. Об их успехах расскажет Андрей Горгуленко. Самарские атлеты сегодня исключительно радовали своих болельщиков. Гребец Александр Визовкин вышел в финал в одиночном разряде. Анастасия Павлюченкова вместе с Андреем Рублевым обыграли японскую пару в трех сетах и теперь вышли в полуфинал теннисного турнира в смешанных парах. А российские гандболистки с игроками Тольяттинской лады в составе одержали первую победу на Олимпийском турнире. 38-31 против Венгрии. Всего сегодня в Токио разыграли 17 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали 5 наград. Золото забрали фехтовальщицы в командных соревнованиях на рапирах. В финале они одолели сборную Франции 45-34. Неожиданное серебро в двойках в академической гребле принесли Василиса Степанова и Елена Арябинская. Климент Колесников завоевал свою вторую медаль. В этот раз бронзовую в плавании на 100 метров вольным стилем. Третье место заняла и гимнастка Ангелина Мельникова в личном многоборье. Еще одну бронзу добавил дзюдоист Нияс Ильясов в категории до 100 килограммов. Лидеры медального зачета теперь сборная Китая. У них, как и у японцев, 15 золотых, но больше серебряных наград. Совсем немного от них отстает американская команда. Российские атлеты все еще на четвертом месте с 8 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Завтра с особым нетерпением ждем финального заплыва мужских одиночек в академической гребле, где Александр Визовкин постарается завоевать первую медаль в Токио для Самарской области. Старт в 4.45 утра. Павел Сухов в 6.25 поможет сборной фехтования на шпаге в командном разряде. Анастасия Павлюченкова днем вместе с Андреем Рублевым постараются выйти в финал теннисного турнира в смешанных парах. А в 16.45 мужская сборная по волейболу с Дмитрием Волковым постарается продлить победную серию. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!